Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня долгожданное для многих из вас видео о чистотеле в моей рубрике про зелень дикоросы, целебную силу растений. Итак, чистотел большой, чудо-средство от сотен болезней. Но вот и дождались, многие мне писали сделать видео о чистотеле, и я наконец-то сделал. Сейчас вы узнаете, от чего же у него такое название, от каких болезней применяется чистотел, как вообще его применять, какие есть способы, например, чтобы не прели ноги, как его заготавливать, хранить и применять, дам рецепт чудо-мази, как применять чистотел для очищения кожи при разных ее проблемах, от зуда и бородавок до грибка ног, стоп или шая, при болезнях почек, печени, мочевого пузыря, других органов, как делать и применять в ванны с чистотелом, и можно ли применять и как его в бане. Приведу очень ценные, можно сказать, уникальные примеры из практики. Я дам вам конкретные дозировки, рецепты настоек, крымов и иных средств с чистотелом и другими комплексами трав вместе с чистотелом для усиления эффекта. Итак, слушайте внимательно. У чистотела есть и другие названия, такие как ласточкина трава, поскольку растение расцветает с прилетом ласточек и вянет с их отлетом. Бородавочник, желтомолочник, подтынник, бородавник, волосник, гладушник и другие. Все названия русский народ давал по свойствам или местам произрастания, но и по иным явным причинам и проявлениям свойств той или иной травы. Подтынник, потому что растет под тыном, это такой забор из отесанных кольев, бревен, которыми раньше на Руси ограждали и огороды, сады или в целом городище. Чистотелом, чистоплотом, чистухой, чистяком называли чистотел потому, поскольку эти названия явно указывают на его способность делать чистым тело, кожу, и это истинная правда. Об этом я сегодня расскажу вам подробно в этом видео. Чистотел уникальное растение, более чем от 250 болезней, и это не преувеличение. В том числе он применяется при разных формах онкологии. Но, внимание, как вспомогательное все же, а не основное средство. Основным природным, народным исконным средством, вернее средствами, при эффективном лечении онкологии являлись всегда высшие базидеальные грибы, такие как веселка. Но об этом у меня есть на канале несколько видео в моем плейлисте по лечебным грибам. Чистотел, как вы слышали, наверняка является действительно ядовитым растением. Но и яды лечат. Применяется он и при лечении грибка ног, и экзем, попелом, лишаев, миом. При заготовке чистотела и работе с ним не одевайте перчатки, так как лечение начинается уже через кожу рук. Краткое описание, чтобы не перепутать траву, но и опять-таки же в багаж знаний. Чистотел это многолетнее травянистое растение 80-100 см высоты, с коротким корневищем, относится к семейству маковых. Стебли ребристые, облиственные, ветвистые. Листья шаровинно-перисто рассеченные. Цветки желтые, на довольно длинных цветоножках. Собраны в простые зонтики и расположены на верхушках стеблей ветвей. Каждый цветок состоит из 4 лепестков длиной около 1 см. Плод стручковая коробочка, до 5 см длины. Семена яйцевидные, 1-2 мм длины, черно-коричневые и глянцевые. Цветет с конца мая до осени, плодоносит с июня до сентября. Растения содержат сильные алкалоиды. В траве их от 1 до 2%, а в корнях от 2 до 4%. В траве содержится эфирное масло, витамин С, витамин А, другие витамины. Многие органические кислоты, такие как яблочная, лимонная, янтарная, хелидоновая и другие. Млечный сок растения представлен смоленистыми веществами, содержащими аж до 40% жирного масла. В семенах находится до 68% жирного масла. А также фермент липаза, а он помогает поджелудочной железе и печени в жировом обмене. Из высокого содержания жиров очень хорошо и правильно делать мази из чистотела на основе жиров для хорошей консервации и хранения. Но во время срезания чистотела, работая с ним, следите, чтобы его сок не попадал непосредственно в глаза. Заготавливайте только качественное сырье. Собирайте растения с яркой окраской, невялые, без каких-либо повреждений, далеко от автомобильных дорог. Лучше по лунному календарю, ну и по сухой погоде в первой половине дня, до обеда. В народной медицине применяют стебли, цветы, листья и корни чистотела, то есть все его части. Корни заготавливают осенью, а траву собирают в июне-июле. Сушить чистотел лучше в подвешенном состоянии на чердаках при температуре 35-40 градусов, в проветриваемых помещениях или в сушильных специальных шкафах, на русских печах, в дегидраторах. Сохранять высушенное сырье нужно в чистых хлопчатобумажных или бумажных картонных мешочках-пакетах. Высушенный чистотел можно использовать аж до трех лет. Кстати, вот вам первый очень ценный совет. Чтобы ноги не прели, чтобы не развивались грибковые инфекции. Стоп ног. Особенно, если долго нет возможности снять обувь, а у вас излишнее потоотделение. И чтобы не было при этом грибка ногтей, или если уже есть эти поражения, чтобы они прошли, хорошо класть свежесрезанные листья в обувь. Или сушеные листья чистотела в виде порошка. Можно прямо в носки засыпать. Или протереть стопу мокрой кашицей и стеблей чистотелы. А можно смочить влажной рукой стопу и наступить на бумагу, на которой предварительно насыпан тонким слоем порошок чистотела. Он прилипнет к стопе, потом одеваете носок, ну и уже, соответственно, одеваете обувь. Ну а перед сном стопа ополаскивается. При ранных порезах, чтобы не попадала инфекция, можно раны обработать соком чистотела. Прямо из стебля. Особо сильные свойства у основания стеблей. Вот именно этот вариант с успехом применяется при выведении попелом. Но только снаружи, то есть попелом явных кожных. Переламываете стебель и соком смазываете непосредственно попеломы. То же самое при бородавке. Можно мазать крепкой настойкой. Или смачивать и делать присыпку из мелко измельченных листьев. А вот вам второй рецепт очень сильных действующих мазей. Есть рецепт варки измельченных листьев и стеблей чистотела в масле с добавлением чилиного воска. Вот вам его лучший вариант. В стеклянную банку, скажем 1 литр, плотно заталкиваете порезанные или изломанные листья стебли по 2-3 см. Заливаете масло заподлицо с нарезанным объемом чистотела. Масло лучше взять льняное. Можно и подсолнечное, но не рафинированное, конечно же. Или оливковое. Поместить эту банку в тазик с водой, ну как бы на правую баню. Кипятить на медленном огне. Добавить 30-40 грамм натурального пчелиного воска. Все это плавно помешивая растопить воск. Процедив через сито, разлить по баночкам. Дать постоять до остывания и хранить в холодильнике до 2 лет. Или в тепле, в темном шкафу, например, до года. Но помните, что при варке, при температуре выше 70 градусов, в растениях разрушается часть лечебных компонентов всегда. Потому есть рецепт гораздо лучше. Это лично мой рецепт. Берите и делайте то же самое, но заливайте разломанные разрезанные листики и стебли чистотела натуральным кокосовым или маслом какао. Помните, что они тают при низких температурах. Они из твердых становятся жидкими уже до плюс 40 градусов. То же самое в стеклянной банке поставить в паровую баню в тазик с водой, но уже не кипятить. Одогреть до 50-60 градусов и так держать 1,5-2, но лучше 3 часа, чтобы максимальное количество полезных веществ вышло в масло. Периодически помешивать, затем процедить через сито, отжать остатки травы и разлить по баночкам и держать в холодильнике. Так хранить в твердом виде, масло застывает, а при нанесении на кожу лечебное масло будет таять, и такой вариант будет эффективнее. А можно сделать и так, очень просто и когда надо, смешать порошок чистотела, две трети его части, с одной третью частью растопленного кокосового масла, нагреть эту смесь на паровой бане на час, так же, как я говорил только что, остудить и хранить до полугода, в холодильнике брать и пользоваться. При болезнях печени и других применениях, когда делается напар из сухого сырья чистотела, делать стоит так. Берется 1 чайная ложка измельченного сухого сырья чистотела, желательно молодых верхних листьев. На 1 стакан воды при 60-70 градусах залить в термос, настоять ночь, применять 3-4 раза в день по столовой ложке, на 65-75 килограмм веса человека, пропорцию посчитаете сами, если у вас другой вес, применять до еды минут за 20-30-40. Первые 2 дня лучше начать с дозы 3 раза в день по чайной ложке, посмотреть индивидуальную реакцию организма и дальше увеличивать плавно дозу. Такой прекрасный метод при лечении болезни печени идеально подойдет и будет совместим с методикой применения размолотых семян расторопши, о чем я говорил в многих своих лекциях, в частности по печени, так как расторопша является сильнейшим гепатопротекторным средством. Ну и при лечении желчного пузыря, при дискинезии желчеводящих путей, при болезни почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы, при болезни панкреатических протоков, чистотел силен и применяется также. В общем, подведем первый подыток. Чистотел эффективен при кожных заболеваниях, при различных бородавках, попеломах, угрях, экземах, гнойных поражениях кожи, при чесотке, псориазе и других грибковых поражениях кожи. Второе. При заболеваниях внутренних органов, печени, при желтухе, при болезнях легких и кишечника, при гастрите, язве, 12-перстной кишки, язвенном колите, гепатите, желчекаменной болезни, туберкулезе легких и других болезней. При заболеваниях суставов, от ревматизма, артрита до артроза и подагры. При нервных заболеваниях, при неврозах, мигрени, при воспалительных заболеваниях, и носоглотке, и ротовой полости, и дыхательных путей, при ангинах, насморке, коклюше, при раковых заболеваниях. Он задерживает рост опухолей и развитие метастазов. Но, внимание, при онкологии нужно применять комплексные меры. И если кому-то эта тема важна, актуальна, непременно посмотрите вот эти два моих видео. Первое. Общие принципы лечения онкологии. Второе видео с названием Сахар и рак. Учтите все, что я там говорю. Чистотел эффективен и при гинекологических и венерических заболеваниях, при трихомонадном кальпите, при эрозии шейки матки, при кандидозе, при кистах. Как я уже говорил, само название чистотел указывает на его применение при различных кожных заболеваниях. Ведь не просто так народ назвал это растение, и оно, это название народное, всегда отражает суть. Это главное значение данного растения для нас с вами. Им очень эффективно сводят бородавки, полипы, кандиломы, мозоли, лечатся соком растения, которым просто прижигают, выдавливают изломанных стеблей непосредственно на эти, бородавки, попеломы или мажут кремом из чистотела. Использовать можно и для лечения, как одно из главных средств, при любых кожных проблемах, от выведения пигментных пятен до устранения проявления псориаза или нейродермитов, и даже до кожного туберкулеза. Лечение чистотелом кожных болезней зависит от их симптоматики, стадии их развития, запущенности. Но, тем не менее, при лишаях, экземах, язвочках, эти прожженные места смачивают отваром из чистотела. Берется 20 грамм сухого сырья на 100 миллилитров горячей воды, настаивается в термосе при 70-80 градусов от 2 до 3 часов, и этим напаром смачиваются прожженные участки кожи. Потом они обкладываются пергаментом, забинтовываются на час-два. А можно мазать и кремом, о котором я уже говорил. Еще один нюанс. С соком чистотела прижигают и герпетические пузырьки на губах. Сок чистотела будет эффективен при первых же симптомах герпеса, при появлении ощущения покалывания и жжения на губах. С самим же вирусом герпеса борется только собственный иммунитет, который надо активировать. Полезные свойства чистотела позволяют применять его и при лечении полипов кишечника, геморроя. Чистотел способен оказывать седативное действие. Поэтому трава чистотела добавляется и в успокоительные составы при лечении неврозов, стрессов и бессонницы. Чистотел лечит нарушения флоры влагалище, включая поражение грибками, кандидой и прочими другими микроорганизмами. Он помогает с аразивными явлениями в шейке матки. А сапонины, которые содержат чистотел, придают растению отхаркивающие и мочегонные свойства, что используется и при лечении кашли, и при проблемах с почками. Конечно, перед применением любых рецептов проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, как я должен сказать. И вот сказал это. Вот одно интересное письмо. У моей тети, пишет одна женщина, была миома. Она делала спринцевание, заваривала сушеные листья чистотила. Миомы больше нет. А сами врачи были удивлены при посещении ее очередного осмотра. Но в конце этого видео, дорогие друзья, я скажу, зачитаю вам два уникальных просто письма отзыва. А вот сейчас скажу по поводу любимой привычки многих настаивать все на водке и спирту. Помните, что при настаивании трав на спирту лечебные свойства уходят. При настаивании на водке они отчасти разрушаются, часть лечебных свойств сохраняется. Но в сок чистотила не надо добавлять никакой ни водки, ни спирта. После того, как вы выжмете сок из собранной травы и стеблей, поставьте его в стеклянной таре, в теплое и темное место, дайте ему забродить. После того, как вы соберете сырье, листья и стебли, а лучше всего их взбить в блендере, ну или мелко порезать. Натрамбуйте стеклянную банку, наденьте марлю, поставьте в сухой темный шкаф и дайте ему забродить. После того, как он отбродит, процедите и разлейте по удобным для вас стеклянным баночкам или пузырькам. Такой сок чистотила стоит до 10 лет в холоде и не теряет своих лечебных свойств. А вот вам рецепт для лечения воспаления аденоидов. Нужно выжать сок чистотила из листьев, цветков, стеблей, сок поместить в темную бутылочку, есть такие маленькие бутылочки с удобной откручивающейся пипеткой, вмонтированной в крышечку такой баночки пузырька. Вот такие, как мы используем для лавандового масла, применяемого для уничтожения бактерий Helicobacter. А лечение проводится так. Одну каплю капаем в правую ноздрю и ждем 3 минуты. Затем одну каплю капаем в левую ноздрю и снова ждем 3 минуты. Скапливается слизь, вы ее высмаркиваете. Таким образом, в каждую ноздрю надо закапать поочередно по 5 капель. Таким образом, применять неделю подряд. А вот вам лечение бородавок соком чистотила. Бородавку надо слегка смочить водой. Немного соскоблить верхний слой. Это можно сделать специальной пилочкой или обычной пемзой. 3-4 раза в день соком чистотила натирают бородавку. Сок чистотила берется свежий из надрезанной части растения. Кстати, у нас есть прекрасный травяной сбор, составленный из трав, собранных в экологически чистых местах России, преимущественно на Алтае, для комплексного очищения организма при прохождении методики системного очищения по методике Аганян. Ссылочка на этот комплекс набор будет в описании под этим видео. А вот вам еще один вид применения чистотила при лишаях. Берется 20 грамм сухой измельченной травы чистотила, заливается одним стаканом воды при 80 градусах и настаивается в термосе 2-3 часа. Процеживается, переливается в стеклянную бутылочку, баночку, закрывается крышкой и этот отвар с помощью ватного тампона или диска наносят на больные участки тела. Отвар такой можно хранить не более двух суток в холодном месте. При лечении кожного зуда применяется тот же метод. Зуд уменьшается уже на следующий день, в редких случаях через два. Также уменьшаются отеки и залечиваются рассеченные поверхности кожи. Дорогие товарищи, а хотите, чтобы я снял видео о лечебных свойствах спороша или, например, бессмертника, откуда пошли исторические, такие названия, раскрыл бы эти темы кратко и очень полно, как, собственно, и другие мои видео по данной тематике, напишите тогда в комментариях под этим видео об этом. Для вас написать это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, чтобы я свое время не тратил зря, может быть, это не будет интересно никому или малому числу людей. Поэтому не ленитесь пишите. А также очень рекомендую посмотрите вот это мое видео со второго моего канала «Жизнь на земле» о высадке тысяч различных растений в моем хозяйстве. Видео на этом канале немного, но все последние видео очень интересны и поучительны. И про строительство, и про аквапонику, и про теплицы, и зимние сады. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Ванны с чистотилом и комплексом других трав. К сожалению, мало кто пользуется таким прекрасным общеоздоравливающим средством, тем более для кожи, как ванны из лекарственных трав. Хотя современные условия жизни вообще без проблем и вполне позволяют делать это. Хоть иногда, а лучше курсами по 2-3 недели к ряду 3-4 раза в год хотя бы. Ну и после бани, тем более, сырье лучше заготавливать самому либо покупать там, где точно соблюдены все правила сбора, сушки и хранения. Чтобы полезные свойства присутствовали в полной мере, ванны из настоя растений содержат огромное количество биологически активных веществ широкого спектра действия и могут дать дополнительный оздоравливающий эффект в закаливании организма, усилении выделительных функций кожи, стимулировании процессов обменных веществ. Многие активные вещества проникают в подкожные слои, но чтобы воздействие через кожу было более сильным, я рекомендую использовать лечебные травяные ванны после бани, то есть в процессе распаривания и потения, когда и пока еще поры кожи, то есть потовые железы, открыты. Людям, страдающим заболеванием кожи, эпилепсии, инфаркта миокарда, а также при отеке мозга, при онкологических заболеваниях, по совету врача, конечно, индивидуально, можно применять ванны с использованием березовых листьев, листьев эвкалипта, цветков, календулы и чистотела. Для лечебных ванн, для улучшения очищения кожи, можно делать следующую комбинацию трав. Ромашка аптечная, берутся цветки, одна часть, череда трехраздельная, берется трава, одна часть, шалфей лекарственный, трава, одна часть, корень валерьяна лекарственный, одна часть, чистотел большой, одна часть, и зверобой продырявленный, трава, одна часть. 250 грамм сухой смеси данных шести видов трав заливают тремя литрами горячей воды при температуре 70-80 градусов по Цельсию. Дать настояться при температуре не менее 60-70 градусов 2 часа, лучше, конечно, настоять в термосах, но нужны большого объема, либо в банках, укутанных одеялами, газетами, хорошенько в много слоев, чтобы температура быстро не падала. Затем сбор надо процедить и залить в ванну. Траву надо отжать хорошенько или долить к отцеженной траве горячей воды, чтобы до конца все полезные вещества в воду вышли, и также долить эту воду в ванной. На этот объем 3-4 литра, то есть на 250 грамм изначально сухого сырья, берется 25 литров воды в ванну. Но для кого-то ведь это мало, и такой объем воды не накроет все тело. Что делать? Тогда нужно просто увеличить объем трав. Ну, например, в два раза, а кому-то и в три. Тело, как вы помните, по законам Архимеда, вытесняет объем определенной воды. И в зависимости от объема тела нужно подбирать примерно количество воды, которое будет залито в ванну. Возможно, вам потребуется 500 или 750 грамм такой смеси. Если в ванной 100 литров, значит, нужно взять килограмм такой сухой смеси. Да, это немало, но очень эффективно. Конечно, можно попытаться делать экономично. То есть распластаться в ванной, налить эти 25 литров воды и поливать, скажем, ковшиком все части тела, которые не будут погружены в воде. Ванны делаются 2-3 раза в неделю. Курс 2-3 недели, конечно, лучше месяц. Потом делается перерыв 2-3 недели. И в зависимости от результата, а он будет в зависимости от различных заболеваний и длительности этих заболеваний, возможно, хронических, у вас, то курс повторяется. Да, дорогие товарищи, не забудьте о уникальных водородных СПА-капсулах. Применяйте их отдельно, без трав, в чистой воде. Посмотрите про нее информацию по ссылочке, которая будет дана под этим видео. Ну, а после бани настой, отвар, чистотелы очень хорош. Более того, эти ванны с травами желательно делать сразу после бани, особенно в комплексной терапии и при контрастном применении. Тогда так. Сначала распаривайтесь в бане, после распаривания быстро ложитесь в ванну, минут на 10. Потом, если хотите, может быть и прорубь, и снег, как угодно. В чем же тут суть? Поры кожи после распаривания и потения открыты несколько минут в зависимости от дальнейшей температуры. Но холодная вода, то есть, например, снег, прорубь, после бани сразу закрывают поры резко. И лечебный эффект снижается в разы, если после охлаждения тела лечь в ванну с травами. Поэтому ложитесь сразу после распаривания, пока поры еще открыты. Что же касается нейродермита, псориазов, кандидоза, эти методики касательно и ванн, но речь идет про комбинации трав, в том числе при каждом заболевании, как вспомогательных средств по излечению от грибковых поражений, таких как при мочек, спринцевании, при женских проблемах, я давал подробно в моем инфопродукте номер 8 по лечению грибковых заболеваний. Очень рекомендую его изучить. Методики там даны комплексные. Смотрите по ссылочке под этим видео. А вот вам рецепт для приема комбинации трав при обострении хронического цистита. Берется календула лекарственная, цветки 6 частей, 60 грамм для простоты, будра плюкцевидная, трава 100 грамм, спорож трава 100 грамм, хвощ полевой трава 100 грамм, чистотел большой 20-25 грамм, 3 столовые ложки этой смеси, залить одним литром горячей 70-80 градусов воды, подержать примерно час, и когда настоится, процедить, охладить и использовать для сидячих ванн. Ну, комнатной температуры, либо чуть выше. Настой действителен только в этот день. Но добавьте обязательно при лечении комплексом к любым травам, в том числе к чистотелу, обязательно грибные препараты, только разнеся их по времени приему в эти дни. При цистите, доброкачественных опухолях будет правилен прием маркерного курса, который я описывал в своем видео «Гриб-веселка». Кому будет актуально, посмотрите это видео непременно потом. Ну и в завершение вот вам два очень интересных рассказа о чистотеле от одного человека, написавшего вот эти две истории. Первое. У меня на даче вдоль забора растет многолетняя трава чистотел. Дед рассказывал, что на его родине его называют «Потынник». Привез он его с Брянского хутора маленькой рассады. А теперь это настоящие заросли. Он эту траву лечебную оценил еще в детстве. Помню, он мне рассказывал, как после войны к ним на хутор вернулся дядька Маркоч, человек удивительной судьбы. Подростком он стал партизаном, потом вместе с советской армией дошел до Берлина, и все без единой царапины. Но партизанская жизнь и окопы отразились на его ногах. Они стали болеть. От ступней до колен покрылись гнойной коростой. Два года после войны он скитался по госпиталям. Его лечили даже антибиотиками. Редкими в ту пору, но ничего не помогало. Однажды в начале лета он выполз на порог хаты погреться на солнышке. Тут его и удивила травница, тетка Гарпина. Невзирая на его протесты, Макарыча, она размотала бинты, осмотрела ноги. Потом стала стыдить, выговаривая, что он лентяй. Никаких свет не видывал. И может потерять ноги. А лекарство-то растет его под носом, под тыном. Тетка Гарпина тут же ему нарвала несколько пучков чистотела, порубила его топором, обложила плотной массой больные ноги фронтовика. Ноги горели огнем. Но Маркоч терпел, стиснув зубы. Гарпина дважды в день меняла траву. Через три дня боли прекратились, а еще через две недели. С ног чулком слезла короста. Кожа стала новой, розовой. Болезнь отступила навсегда. Правда, очень интересный и показательный пример. Ведь таких примеров много. А вот второй пример. Рассказ. Вспоминается случай в Рузе. Это в Подмосковье такой городок есть маленький. Там живет мой хороший знакомый врач-хирург. Внимание, врач-хирург. Сколько же людей он спас своими золотыми руками, одному богу известно. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Однажды во время земляных работ он поранил палец руки. Вскоре палец распух, загноился. И что только врачи не делали. Какое бы лекарство ни использовали, ничего не помогало. Однажды он ходил по саду и баюкал свою руку. Вдруг взгляд его упал на заросли чистотела. Через марлю он отжал сок и стал буквально заливать им рану. Горела нестерпимо. Но к вечеру боль приутихла. Через несколько дней рана зажила. На пальце не осталось и следа. Ну и, пожалуй, третий маленький рассказ. В нашем садовом товариществе живет Аксакал Тихон Степанович. Недавно ему стукнулось 75 лет. С ранней весны до глубокой осени трудится он на своей земле, не покладая рук. Копает, пилит, стучит, строгает. Как-то по случаю я стал его расспрашивать, откуда он черпает жизненную энергию. Тихон Степанович сначала отнекивался, потом поделился, что все это благодаря чистотелу. И что же вы с ним делаете? Спросил я. Вяжете веники и хлещитесь в бане? Нет, ответил он серьезно. Я его пью. Дорогие друзья, мораль здесь такова. Пора бы понять, что даже по законам диалектики, по законам логики, все, что достаточно для исцеления от любой болезни, все, что достаточно для того, чтобы человек был здоровым и не болел, есть в природе. Если бы этого не было бы, то нас бы с вами тоже не было бы как вида. И не было бы других видов животных. И не было бы жизни на земле. Потому что если мы признаем, что все существует в гармонии, все подчинено законам причинно-следственных связей, все подчиняется какой-то высшей определенной программе, а не хаотично, что истина абсолютная. Но в этом случае мы должны также признаться в том и не обманывать себя, что в природе есть абсолютно все, чтобы поддерживать эту константу, эту неукоснительную программу, направленную, конечно же, на здоровье. Потому что эта программа тысячами поколений держит эту информацию, которая всегда первична перед другой энергией, перед материей. Именно потому древние, только правильные, народные, меры, рецепты, они и есть традиционные, они и есть исконные, и они и есть истинные. Я же, если будет вам интересно, постараюсь донести до вас как можно больше ценной информации, старых рецептов по лечению травами и грибами. Если вам это интересно, и если не безразлично то, что я делаю, и вы благодарны мне за мой труд, который я вкладываю, время свое, в эти лекции, в эту информацию, то обязательно напишите мне об этом хоть что-то, хоть пару слов вот прямо в описании под этим видео. Напишите свой ответ, комментарий хоть какой-то. Делитесь этим и другими моими видео в соцсетях со своими друзьями, знакомыми, чтобы просмотров было больше и у меня было больше стимула делать эти видео. Ну и в завершение я должен пару слов сказать про противопоказания. Всем, кто собирается проводить лечение чистотелом, следует знать о том, что противопоказания все же имеются. Какие? Нарушение работы органов пищеварения, ну, тут имеются в виду серьезные какие-то заболевания, так как чистотел может вызывать раздражение и воспаление слизистых оболочек, ЖКТ, что проявляется в виде тошноты, рвоты, диарей. Если у вас нет таких проявлений, то и проблем нет, применяйте. Чистотел вызывает понижение артериального давления. У кого оно повышено, прекрасно. Чистотел нельзя применять при лечении детей, кормящих матерей, беременным женщинам, из-за содержащихся в нем алкалоидов. Речь идет про внутреннее применение, про наружнее можно. Лицам, у кого есть диагнозы психоз, сильные психические расстройства, эпилепсия, трава чистотела тоже не рекомендуется при серьезных заболеваниях сердца, при стенокардии, при декомпенсации сердечной деятельности. В концентрированном виде на большие кожные площади тоже нельзя в неразбавленном виде наносить чистый сок чистотела, то есть на нежную кожу. Всегда делайте пробники на небольших участках кожи, если все в порядке, применяйте. Применяйте концентрированный сок чистотела с кокосовым маслом, тогда проблем быть в принципе не может. Но точечное прижигание делайте, чтобы понять, нет ли такой негативной реакции на эти точечные прижигания соком чистого чистотела. Ну и при хронических запорах, при тяжелых дисбактериозных состояниях лучше не применять сок чистотела и на пары для употребления внутрь. Ну вот, пожалуй, и все. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь, нажмите слово еще в YouTube под этим видео, откроются ссылочки, но прочтите все эти ссылки, посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все, я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, увидимся в новых видео, до свидания.